Андрей Сыдальников, Воларуха, говорить голоснейший опыт СНР. Андрей, здравствуйте. Да, добрый день. Что ж, матери тело показали и сразу же предупредили, шантажировали, сказали, что хотят очень скромные похороны. Как думаете, после того, что она вышла на публику и все это сказала, неужели подействует и не сделала ли она хуже тем, что рассказала это все сейчас? Ну, точно она хуже не сделала, потому что придача гласности подобных фактов это, ну, всегда, на мой взгляд, плюс. Сделать они могут все, что угодно, независимо от того, молчит она, либо говорит и записывает видео. Они издевались и пытали Алексея Навального долгие годы, теперь продолжают это делать с его родственниками, конкретно пытают, теперь, в общем-то, это определенные пытки для матери в такой ситуации, не выдавать тело, не показали через несколько дней, нельзя, соответственно, было прикасаться. Ну, то есть, в общем-то, они делают все возможное, чтобы дальше издеваться над семьей Навального в той форме, в которой они вот предпочитают. Какой шантаж точно был, сложно сказать. Так как вообще здесь можно шантажировать это право родителей, родственников, во-первых, забрать тело и устроить такие похороны, которые они считают нужным с привлечением внимания общественности, без привлечения внимания общественности. Это дело только семьи Алексея Навального, не больше никого. Поэтому угрожать и требовать, чтобы были закрытые похороны, ну, это, во-первых, не вправе, соответственно, при любой власти, в том числе такой фашистской, как в России. Ну и, собственно говоря, здесь я не знаю, как будут вести себя семья Навального. Поэтому, опять-таки, здесь я оставляю на их усмотрение любое поведение, связанное с похоронами, вообще любое поведение по поводу памяти Алексея Навального. Поэтому здесь советовать невозможно, указывать, естественно, тоже, как это делает власть. Ну и шантаж здесь тоже не пройдет, раз уже начали публично вскрывать. Алексей всегда публично выступал против существующей путинской власти, поэтому я не вижу смысла на сегодняшний день, после того, как убила эта власть его. Ну, нужно говорить, что Путин его убил. Ну, как-то еще обращать на них внимание. Надо просто продолжать требовать, соответственно, выдачи тела. Но, опять-таки, тело не выдадут до того момента, пока они сами не установят, что все яды, которыми он был отравлен, вышли из организма, что они его вычистили до кристальной частоты. Хотя вот вы сейчас в сюжете говорили о том, что там новичок, вот вы упоминаете новичок, что он может остаться на долгое время или уже навсегда. Ну, не будем забывать, что новичком Алексей был отравлен несколько лет назад, и, собственно говоря, так или иначе, в организме тогда находится этот новичок. Это не означает, что он был отравлен сегодня именно этим средством. Скорее всего, это было другое средство, которое действительно не оставляет следов, и как бы после смерти просто полураспад происходит. И, соответственно, в организме не сохраняются, и нельзя на сегодняшний день по тем технологиям, которые существуют, патологоанатами, они не могут выявить, в общем-то, никаких причин. Поэтому они уже выдали справку о том, что это естественные причины, и никаких естественных причин быть не может. Здесь совершенно четко всем понятно, Алексей Навальный был убит. Это заказное политическое убийство, которое на руках Путина и его, в общем-то, всех соратников, не только ближайших. То есть каждый сегодня занимающий пост Российской Федерации, государственный пост, ответственен в том числе и за смерть Алексея Навального. Я уж вообще молчу про войну, которую сегодня проводит Российская Федерация и устраивает геноцид украинской нации. Как думаете, а почему боятся похорон, не боятся просто количества людей, которые могут выйти? Это будет, да, это не то, что будет митинг, а получится целая толпа людей, наверное, они увидят, и вся Россия увидит, например, какое количество поддерживает оппозиционеров, да? Или какие-то провокации боятся? В чем, собственно, проблема? Проблема просто боязни общая, и я не думаю, что они боятся количества людей, которые будут. Вот сейчас уже, насколько я понимаю, сегодня было отказано людям, которые подавали заявку на проведение марша памяти Алексея Навального. Им было отказано, пока в устной форме, но понятное дело, что откажут и не разрешат власти проводить подобные мероприятия. Количество людей их не пугают. Для них, мне кажется, даже было бы благом. Они смогли бы просто в очередной раз переписать каждого участника, чем они занимаются на протяжении всех там долгих лет на оппозиционных митингах, да? И, соответственно, как бы вот тем переписанным людям, которые поставили подписи за Бориса Надеждина, там 160 тысяч проживающих в России, и добавится, например, еще там, ну, несколько сотен, скажем так, тех, кто не ставил подписи дополнительно в тот список после 17 марта, в отношении которых будут начинаться уже такие более серьезные репрессии. Нет, они просто не хотят вообще, собственно говоря, чтобы там и память Алексея Навального, чтобы люди просто собирались. Да у нас нельзя же собираться, вот цветы даже нельзя класть, да? То есть говорить о том, что они там боятся похорон, ну, вряд ли это боязни. Они просто вот действуют таким лизуитским способом, в общем-то, достаточно давно. И просто показывают, кто в доме хозяин. Ну, Путину, видимо, чтобы Путину не было неприятно смотреть на то или иное количество людей, которые, возможно, хотели бы проститься с Алексеем Навальным. Вы думаете, правда ли то, что, как говорят у нас в Главном управлении разведки, что после смерти Навального в Кремле думают, а кого еще можно было бы убрать? И сколько много таких людей, которые сегодня мешают Путину, которых Путин боится? Кто эти люди? Насчет боязни не знаю, это сложно сказать. У Путина там, собственно, как бы совершенно, ведь он уже в таком маразматическом состоянии и на реальность реагирует совершенно неадекватно. Поэтому в голову забраться к нему очень сложно. То, что власть будет убирать и уничтожать политических оппонентов, ну, это, опять-таки, ничего нового в этом нет. Мы наблюдаем это по, в общем-то, всей истории нахождения Путина у власти. Сегодня все, кто занимаются публично-оппозиционной политикой, эти люди живут за рубежом, все без исключения, в России ни одного оппозиционера просто нету больше. Вот, а те, кто называются оппозиционерами, ну, просто невозможно работать и действовать в том виде и в том режиме, в котором сегодня находится Российская Федерация. Так что в России нет никаких оппозиционеров, а те, кто, опять-таки, представляет себя к оппозиционным деятелям за рубежом, над ними, над каждым из них висит вот этот меч убийства, расправы от, соответственно, режима Владимира Путина. Поэтому здесь можно сказать, что все без исключения общественные деятели, лидеры общественных мнений, те, кто находятся в оппозиции, каждый из нас сегодня находится вот под этой определенной своеобразной мишенью. И, скорее всего, вот мы много там со своими соратниками, я последние дни разговаривал, именно вот в этом ключе, кто следующий-то и как они это будут делать. Ну, по всей видимости, это действительно оппозиционер, живущий за рубежом, но вот, естественно, всех они не убьют и просто не смогут это сделать. Но другое дело, что мы видим, как западные власти относятся, в общем-то, не особо воспринимая подобную информацию, а ведь проживающие путинские соратники, путинские последователи в Европе, например, их просто десятки тысяч. В одной только Великобритании, можно назвать, я думаю, что тоже пару десятков тысяч наберется последователей Путина. И все эти люди, которые на сегодняшний день имеют документы, либо паспорта вторые, либо виды нажительства, временные виды нажительства, на всяком случае живут легально на Западе, то есть там в Великобритании, они сегодня все до единого представляют угрозу национальной безопасности в Европе, в Великобритании, тех стран, где они проживают. Поэтому все-таки необходимо обратиться, мы сами обращаемся, но обратите внимание властям и спецслужбам западных стран вот на этих вот товарищей, которые действительно долгие годы уже живут, регализованы, они, в общем-то, не занимаются прямыми правонарушениями. Но так или иначе, они связаны с этим режимом Путина и действительно представляют угрозу. Мы, в свою очередь, Великобритания, от нашего движения, говорите громче, вот сейчас готовим письмо премьер-министру с тем, чтобы, во-первых, высказать свою точку зрения и дать просто, видимо, советы о том, как мы считаем необходимо действовать в отношении подобных лиц, какие новые санкции можно ввести, те, которые реально почувствует путинская власть на себе и которые смогут помочь Украине выиграть эту войну. Потому что те санкции, которые мы видим сегодня, вот буквально сегодня, на самом деле, Великобритания ввела новый список санкций. Ну, они, конечно, это здорово и хорошо, но это не те санкции, которые сегодня необходимы. Сегодня необходимо четкое понимание, что путинскую Россию нужно ставить в блокаду, хотя бы в западную блокаду. Это означает полное политическое, экономическое, культурное эмбарго. Это означает высылки послов. Если уж не разрыв дипломатических отношений с Россией, то послы Российской Федерации в западных странах должны оказаться персоной нон-грата. Необходимо понизить уровень дипломатического сотрудничества. Ну и, собственно говоря, мы предложим премьер-министру Великобритании создать на базе хоум-офиса, это Министерство внутренних дел, в нашем понимании, создать отдел, который бы начал ревизию выданных Великобритании паспортов и видов на жительство российским гражданам с 2012 года, с третьего незаконного срока Путина. То есть не вот когда началась война с 2014 года аннексия Крыма, не когда полномасштабное вторжение было, не когда убили Алексея Навального, а именно с третьего незаконного срока. Этот процесс не будет начать. Действительно, эти люди будут являться в скором будущем угрозой национальной безопасности Великобритании, вот конкретно Великобритании. Поэтому мы такое письмо готовим, и я думаю, на следующей неделе мы отправим в офис по Министерству. На те времена Дмитрий Медведев угрожает тем, кто сегодня против войны. Он сказал, что уехавшие россияне, которые... Да, да, там у него уже так же было, что Одесса русский город, и на Киев он опять уже ходил. Но здесь еще сказалось, что он говорит, релакантов называет, которые ведут себя таким образом, что против войны выступают, они мерзавцы, и таких людей надо преследовать. И законы принимать весьма жесткие на эту тему. Имущество конфискировать, и у нас будет повод в какой-то момент плюнуть на их могилы. Мне просто интересно, вот здесь, да, какая реакция должна быть? Я могу прокомментировать, конечно, если это необходимо нашим зрителям. Мне кажется, в общем-то, ваш канал смотрят достаточно адекватно, и люди прекрасно понимают, что из себя представляет вот эта половая тряпка, которая называется Медведевым. То, что он себе уже очень давно подписал смертный приговор, это факт. То, что он и его семья виновны, вот они конкретно виновны происходящим сегодня и в России, и за рубежом. Он несет не только политическую, но и уголовную ответственность за свои деяния. И, конечно же, подобных лиц необходимо будет уничтожать, и весь меч возмездия в дальнейшем после падения режима падет на таких, как Медведев. Медведев его семья и все сопричастны к этому путинскому режиму. Поэтому приватному нагилу, он, конечно, может как бы хорохориться, сидя в своем дорогом кабинете, окруженный огромное количество охраны и, не знаю, как кощей над ворованными деньгами чахнущий, но так или иначе возмездие придет к нему и ко всем другим пособникам Путина. Здесь нет никакого вообще сомнения, и если они думают, что будут пользоваться международным правом, если они будут думать, что они пользоваться будут вот правами и свободами граждан, которые предназначены для граждан цивилизованных стран мира, то они очень ошибаются. Они будут судимы по законам военного времени. Я думаю, что все наши зрители прекрасно понимают, что это означает. Никакими судами в нынешнем виде мы заниматься над ними не будем, потому что у нас не будет времени после падения режима для того, чтобы 10 лет ходить и доказывать, что они совершили преступление. Мы знаем, что они преступники, весь мир знает, что они международные военные преступники, поэтому преступников подобного рода нужно уничтожать, поэтому они будут уничтожены. С тем временем уже несколько дней, и мы ожидаем всю эту дату 24 февраля, это два года полномасштабного вторжения. И что интересно, сейчас пишут разные паблики, те рамканалы, что это же зеркальная дата, и там в россиян шамания головного мозга, они будут в этот день праздновать свадьбу, у них там разные мероприятия намечаются. Все же, что этот день значит для россиянина, который наверняка уже некоторые почувствовали так же войну на своей территории, ну и для Путина. Будет ли он обращать внимание на эту дату, давать какие-то указания своим СМИ прагандистским, там, не знаю, говорить об этом или нет? Наверное же, Путин не думал два года назад, что так надолго он здесь застрянет. Ну, точно вот не думал, это точно совершенно, мы же помним изначальные высказывания наших этих агитбригад и пропагандистов, что Киев они возьмут за 3-4 дня, вот действительно уже завтра будет вторая годовщина, Украину он не покорил, украинцев он не стер с лета земли, Украина по-прежнему сильна и дает достойный отпор вот этим фашистским захватчикам. То, что он будет делать 24-го, честно говоря, не знаю. Я вот прилетел в Лондон на несколько дней, вот я приехал из Киева, я знаю, что завтра в Лондоне будет большое мероприятие, марш, который организуется украинским сообществом, украинской диаспорой. И в то же время я уже слышу от своих коллег, от своих знакомых из России, которые живут в Великобритании, что какая-то часть россиян решила не присоединяться, те, которые выступают против Путина или якобы выступают против Путина. Ну, кстати, вот Навальнистская часть, те, кто, соответственно, поддерживал Алексея Навального, они в течение последних двух лет, такая-то новая организация появилась в Великобритании, ну вот, сторонники Алексея Навального. Так вот, они как бы будут делать альтернативный марш как бы в воскресенье и не будут принимать участие в завтрашнем, например, послезавтрашнем, в субботу. Ну, опять-таки, это личное дело каждого, безусловно, но как диаспора себя проявляет в разных странах, мы это как раз увидим. Что касается россиян, ну, нужно понимать, они находятся под пропагандой, что им по телевизору расскажет Симонянша и, значит, Соловьев и остальные пропагандисты, то они будут повторять, сидя на лавочках, щелка и семечки. Поэтому смотреть на реакцию россиян нет никакого смысла сегодня, ну вот, обратить внимание, как действуют российские граждане, проживающие за рубежом, я думаю, будет очень полезно. Ну, в дальнейшем мы просто проанализируем то, как себя вел не только там 24 февраля в этом году, но и вообще, как себя ведет последние два года полномасштабного вторжения. Но это все будет после. Поэтому вот я призываю опять-таки россиян, которые проживают за рубежом, присоединиться к акциям, которые устраивают украинские диаспоры в разных странах в субботу и плечом к плечу вместе с украинцами сделать такой, даже не то чтобы вызов, а просто как бы проявить солидарность с украинцами. Поэтому здесь это будет, я уверен, что воспринято нормально. Я понимаю, что есть разные отношения между диаспорами и вот в Лондоне как раз, наверное, только вот наше движение, говорите громче, активно сотрудничает с украинской диаспорой еще с 2014 года, проводя совместные акции разнообразные. Ну вот, в других странах такого, в общем-то, единения нету. Но так или иначе, я просто призываю всех россиян, проживающих за рубежом, присоединиться к акциям памяти и вообще к акциям, которые пройдут 24 февраля в разных странах, в разных городах. Еще одна акция, которая ожидается в день выборов, это полден против Путина. Мирная акция, нужно просто прийти, постоять, это день важный для Путина. И именно полден, как говорят оппозиционеры, выбирали, потому что это время, в которое меньше всего людей приходит голосовать. Все там обычно с утра приходят. Но это неправда, на самом деле. Вот совсем неправда. Это говорит, кстати, Дмитрий Гудков, политик оппозиционный, вот он так объяснял, да, что это так работает. Я хоть и уехал из России раньше, Дмитрий, я был, по-моему, первым политическим активистом, уехавшим больше 16 лет назад. Но, в общем-то, все годы продолжаю наблюдать. Это неправда, что в 12 часов или в утро приходят. Воскресенье с утра, сами понимаете, это воскресенье, да, но обычно приходят после обеда. Ну, так заведено, опять-таки, здесь не вечером, а именно после обеда. Но это не имеет значения. Сегодня нужно, я не поддерживаю эту акцию категорически совершенно. Интересно. Часть людей наверняка захочет отмечиться на участке. Моя позиция моих коллег по съезду народных депутатов, по оппозиции совершенно четкая. Если вы пришли на участок, расписались в получении бюллетеня, вы являетесь сообщником этого режима, вы являетесь чуть ли не преступником, в связи с тем, что вы принимаете участие в акции легитимации Владимира Путина на пятый незаконный срок. Не имеет значения, за кого вы там поставите галочку, разорвете свой бюллетень или что-то еще. Если вы этот бюллетень получили и расписались на него, вы сообщник этих преступников. А, соответственно, стояние около зданий этих избирательных участков, ну, я не вижу никакого смысла. Россия большая, избирательных участков несколько тысяч в стране. И, собственно говоря, те, кто призывают это сделать, они, ну, так ли, на мой взгляд, опять-таки, я высказываю твою точку зрения, они подыгрывают Владимиру Путина, потому что пропагандисты очень воспользуются подобной ситуацией. В каком-нибудь городе, около какого-нибудь избирательного участка, собирается 5 или 6 человек, все это будет заснято, показано на федеральных каналах и будет рассказано, какая в России оппозиция. Этого делать совершенно нельзя. Вот подыгрывание этой власти, тем самым выходя к избирательным участкам конкретно, это неправильно. Если уж проводить мероприятия, то, наверное, нужно приходить на центральные просто площади без плакатов, потому что будут задержания в любом случае, но без плакатов совершенно спокойно люди могут в центре города прогуливаться. Но никак на избирательном участках. Их будут хватать, их будут переписывать. И именно на этих людей будет, опять-таки, удар новой волны репрессий после 17 марта. Те, кто это призывают делать, напомню, проживают за рубежом. И так просто играть жизнями людей, подставляя их под дубинки и под новые сроки, ну, это как по меньшей мере, это неправильно. Поэтому призывать приходить, пусть даже на акцию, которая без лозунгов, без всего, это подставлять людей. Я подставами никогда в жизни не занимался. И если организовывал митинги или какие-либо мероприятия, то я принимал в них участие в первую очередь сам. И тогда уже приглашал присоединиться к нашему движению, к нашим мероприятиям других людей. А очень удобно сидеть за границей и призывать куда-то выходить в Россию. Так вот, собственно говоря, мне все время раньше тыкали, чтобы я не занимался акциями и не проводил мероприятия за границей и возвращаться в Россию. Вот так вот, собственно говоря, я делаю так, как и считаю нужным и как правильнее. Правильнее сегодня не подставлять последних наших сторонников, чтобы их власть пересчитала и посадила. Вот это неправильно, на мой взгляд. Нужно сохранять силы. Необходимо сегодня российской оппозиции начать процесс объединения. А объединение пока только в одном ключе. Помощи вооруженным силам Украины. Другие сегодня задачи и цели нужно отложить на потом. Наши внутренние расприи, личные взаимоотношения тоже необходимо отложить на потом. Сегодня каждый оппозиционер российский, если он как-то считает, должен помогать вооруженным силам Украины. Должен помогать россиянам, которые воюют в составе ВСУ. Это в первую очередь Легион, Свободы России, РДК и ряд других батальонов. И не заниматься ни словоблудием, ни подобными хождениями. Тем более не подставлять людей под дубинки и под сроки. Так что это единственное, что может сделать российская оппозиция. Так что если вы будете беседовать в эфире с другими людьми общественного мнения от оппозиции, так что можете передать вот эти слова и спросить, как они считают, правильно ли это подставлять людей под уголовные сроки и дубинки. Что ж, интересное мнение. Да, вот впервые, кстати, услышала, что не все согласны с такой акцией. Но там еще говорили о том, что, наверное, эта акция могла бы помочь как-то сделать так, чтобы мир увидел и эти выборы не признали легитимными. Но все же, что нужно, чтобы не признали? Нет, признание выборов нелегитимными, другая история, которым занимается и Дима Гудков, и другие оппозиционеры, и в том числе и я. При каждой встрече с политиками западных стран мы сегодня об этом говорим напрямую. Прислушаются ли к нам западные политики, мы узнаем после 17 марта. Но так или иначе, необходимо это проводить не митингами, которые покажут. Я уже объяснил, как это будет выглядеть. Шесть человек будет стоять рядом с участком. Никакого даже отношения к оппозиции не имеющие. Власть спровоцирует, покажет и разгонит это по федеральным каналам. И будет опять глумиться. Мы этого хотим? Нет. Я несколько месяцев назад высказал на одном из собраний российской оппозиции, высказал предложение, которое не было поддержано. Ну, я вот его могу еще раз озвучить. Я призвал к тому, что необходимо собирать сейчас деньги, это было несколько месяцев назад, деньги на дроны, которые необходимо будет запустить на избирательные участки до момента их открытия, до 8 утра, чтобы показать, во-первых, и чтобы люди не становились, граждане России не становились сообщниками этого режима по легитимации. Они просто испугались бы прийти, несколько взорвать участков. Это военные нормальные цели совершенно. И тогда, ну, пусть власть рисует дальше. У них же все равно все уже итоги подведены. В России выборов нету. Какой смысл принимать участие в этой клоунаде? Тем более в таком виде, которым призывают это некоторые оппозиционные деятели за рубежом. Кстати, а почему не поддержали? Считают невозможным это все сделать? Боятся. Все боятся. Все хотят сидеть на всех стульях. Все хотят себе комфортные условия, не знаю, там, возвращения в Россию. Я, например, в Россию не собираюсь возвращаться ни при каких условиях. Поэтому меня с Россией мало что связывает, кроме родственников. Я считаю, что это будет реальная помощь украинской армии, если подобный проект будет. Мы собрали деньги пока только на полтора дрона, вот, своими собственными силами, потому что каждый начинает отнекиваться. Все, когда это объявлял, это был сбор, организован Михаилом Подарковским в Берлине, начали шушукать, затыкать и все остальное. Все хотят сидеть, пилить бюджеты. Никто не хочет заниматься реальными вещами. Вот поэтому у нас и такое происходит в оппозиции. Еще раз повторю, единственная задача российской оппозиции сегодня – помощь вооруженным силам Украины. Все остальное это нужно отмести, приостановить и заниматься только помощью. Есть возможность собрать деньги на любые дроны, надо их собирать. Есть возможность боевые машины приобрести и передать украинской стране, необходимо это делать. Между прочим, я надо сказать, что, в общем-то, даже вот я то, что вижу и знаю, вот, скажем так, фронту, вот, в машинах, именно, как бы, в броневиках помогают, вот, не российские граждане, а помогают граждане других стран, например, граждане Латвии. Огромное количество уже было передано на фронт украинской армии джипов. Просто собирают деньги, покупают и отправляют, привозят в Украину. Точно так же происходит и с дронами. Ну, вот, я на следующей неделе вернусь в Киев, попробуем подсобрать еще, как бы, деньги. И, опять-таки, какое количество дронов сможем закупить, такое закупим и такое направим на эти избирательные участки. Если никто не хочет к этому присоединиться, это, конечно, право этих людей, но потом нам не нужно рассказывать, что они такие умные и борются с Путиным. Вот, из комфортного зарубежья очень удобно раздавать интервью и, собственно говоря, рассказывать о Высоком. Большинство, подавляющее большинство лидеров российской оппозиции за два года полномасштабного вторжения ни разу не приехали в Украину. Ну, это тоже о многом говорит. Поэтому здесь, опять-таки, кто занимается болтовней, а кто занимается делом. Каждому свое. Андрей, благодарю Вас за то, что Вы делаете, за анализ всего, что происходит сегодня в главных новостях, среди главных новостей в нашем медиапространстве. Удачи Вам, спасибо и до встречи. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!